МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите мировые новости в эфире канала ОТС. С вами Ксения Петренко. И сегодня я расскажу вам актуальную информацию о событиях, происшествиях и курьезах, произошедших в разных уголках нашей страны и мира. Вот что ждет вас в этом выпуске. В Непале жертвами наводнения и оползней стали 77 человек. Десятки числятся пропавшими без вести. Дороги, конечно, и линии электропередач, нефтепроводы, газопроводы, все линейные сооружения, они, конечно, в первую очередь отвечают на потепление климата и его влияние на вечную мерзлоту. Якутские поселки проваливаются под землю. Вечная мерзлота начала таять, и земля буквально уходит из-под ног. Я очень горжусь тем, что снова установила рекорд, как самая высокая из ныне живущих женщин. Обладательница звания самой высокой женщины мира страдает из-за своего роста, когда подарок небес становится проклятием. Выпуск начну с рубрики «Жесть». По меньшей мере 77 человек стали жертвами наводнений и оползней в Непале. Несколько дней там шли проливные дожди, фактически город смыло. Серьезно пострадала инфраструктура. Подробности прямо сейчас. По меньшей мере 77 человек погибли в Непале за три дня проливных дождей. Из-за ливней по всей стране начались наводнения и оползни. Около 30 человек числятся пропавшими без вести. Более 20 попали в больницы с телесными повреждениями. Местность в Непале в основном гористая. Вода смывает дома и мосты, рушит дороги. Затоплен аэропорт в городе Биратнагар. В 350 километрах от столицы Катманду наводнение отрезало от мира деревню, где живёт 60 человек. Люди в ловушке уже два дня. Спасатели пытаются до них добраться. Сильно пострадал урожай риса. Власти планируют выделить семьям погибших по 1700 долларов. Пострадавших обещают лечить бесплатно. Сезон дождей в Непале обычно длится с июня по сентябрь. В этом году он затянулся. Наводнение и оползни в этот период привычны. Власти страны предупреждают, что в ближайшие дни выпадет ещё больше осадков. В горах на востоке Непала ожидается снег. Напомним, в соседней Индии от наводнения также гибнут люди. Там жертв уже более 50. Ни шторма, ни дождя Венеция ещё сильнее ушла под воду. Местные жители утверждают, что такого не было уже два года. В 2019 уровень воды в одном из самых сказочных мест мира существенно поднялся из-за непогоды. А тут в штиль воды по горло. Официанты этого кафе в центре Венеции привыкли к резиновым сапогам. Они также постоянно собирают воду, чтобы избавляться от разъедающей соли. «Мы живём с этими наводнениями, и вы можете видеть, какие это неудобства. Этот феномен всё больше усиливается и мешает бизнесу. Венеция живёт за счёт своего ремесла и туризма. Если не будет туризма, Венеция умрёт». В Венеции снова крупное наводнение, несмотря на систему защиты и многие достопримечательности под водой. Город возрастом 1600 лет постоянно живёт в страхе затопления. «Он имеет уникальное расположение, построен на сваях между каналами. Это делает его особенно уязвимым перед капризами природы». Сегодня от воды город защищает подводная система искусственных заграждений. На её строительство ушло 6 миллиардов евро, но она по-прежнему на этапе тестирования. Барьеры поднимают, если уровень воды превышает метр тридцать сантиметров. С октября 2020 года их задействовали уже 20 раз. Как ожидается, окончательно проверку системы завершат к 2023 году. После этого порог снизят до метра 10 сантиметров. Между тем, собор Святого Марка начал гонку со временем. Сейчас здесь устанавливают стеклянные панели, чтобы защитить нижний ярус. Когда солёная вода сюда просачивается, она разъедает мраморные колонны и мозаику на полу. В ноябре 2019 года шторм принёс в Венеции воды почти под два метра и ветры, которые срывали фрагменты кровли с собора Святого Марка. В этом году собор оказывался в воде пять раз во время обычно спокойного августа. При этом небывалые наводнения выше 140 сантиметров бывают в городе всё чаще. С 1872 года их фиксировали 25 раз. Девять из них пришлись на 20 век и пять на ноябрь и декабрь 2019 года. Пока Венеция всё больше уходит под воду, в Якутии целый посёлок может провалиться под землю. Виной всему тайне вечной мерзлоты. Угроза нависла над 10 тысячами человек. Прогнозы учёных неутешительные. Лучше не будет. Когда-то это была взлётно-посадочная полоса в сибирском посёлке Чуропча. Теперь это бесполезное заболоченное поле. Виной всему тайне вечной мерзлоты. От зданий и дорог до трубопроводов и хранилищ бесчисленные сооружения на севере России трещат по швам. Лёд под ними нагревается и тает, поэтому земля начинает проседать. Это коснулось почти каждого местного жителя. Вот у нас стояк. У нас всё течёт сюда под дом. И, соответственно, здесь у нас как бы мерзлота, да, она то возвышается, то опускается. И убытки продолжают расти. По оценкам, если тайне продолжится, к 2050 году ущерб для российской инфраструктуры может составить 97 миллиардов долларов. Дороги, конечно, и линии электропередач, нефтепроводы, газопроводы, там, все линейные сооружения, они, конечно, в первую очередь, они отвечают на потепление климата и его влияние на вечную мерзлоту. Эксперты говорят, что когда в 60-70-х годах прошлого столетия разрабатывались строительные нормы и правила, изменение природной среды не учитывалось. Подразумевалось, что температура мерзлоты, она всегда стабильна и она не меняется. И только через несколько десятилетий стало ясно, что температура мерзлоты такой же меняющийся фактор, как и температура воздуха. В посёлке Чуропча сегодня живёт 10 тысяч человек. В 90-х здесь закрылся аэропорт. Теперь же некогда ровная земля превращается в сплошные провалы. Учёные считают, что в будущем здесь будет озеро. Когда мы взяли вот этот участок, ну лет пять назад, да, здесь прямая была, и за пять лет вот и всё. Дом-то, который мы на сваях делали, 30 сантиметров от земли стояло, а сейчас у неё почти метр. Вечная мерзлота охватывает 65% суши России. На ней живёт более 15 миллионов человек. Москва слезам не верит. И любовь для москвичей ничуть не дороже, чем толстый кошелёк и уверенность в исправных ежемесячных платежах за аренду квартиры. В Златоглавой начали проводить кастинг для квартиросъёмщиков. Одно из столичных агентств сообщает, «Москвичи» неохотно стали сдавать жильё беременным и семьям с детьми. Что-то похожее было в начале нулевых, но мотивы тогда были иные. Наблюдался дефицит жилья, а спрос был велик. Сейчас же арендодатели руководствуются исключительно желанием сэкономить время, получать максимальную прибыль. Последнее особенно актуально, поскольку чаще всего жильё сдают неофициально, не уплачивая налог. А если соседи будут жаловаться на шум из квартиры, которую, к примеру, снимает семья с детьми, то легко нарваться на налоговую проверку. Что общего у электрокара Тесла и поезда метро? Вскоре детище Илона Маска будет также передвигаться по земле. Власти Невады разрешили Маску построить сеть подземных тоннелей в Лас-Вегасе. Она получила название «Вегас-Луп». За этот проект Маск выступал давно. Если его планом суждено будет сбыться, общая протяжённость тоннелей составит 46 километров. Там будет 51 станция, где можно пересесть на Теслу. В час услугами такого транспорта смогут пользоваться около 57 тысяч человек. Планируется, что в первое полугодие после начала работ построят от 5 до 10 станций. А впоследствии будут открывать 15-20 станций в год. Таким образом, весь проект планируется завершить за три года. Первую станцию компания рассчитывает построить уже через два месяца. Буквально в пупок дышат большинство мужчин. Девушки – обладательницы титула «Самой высокой женщины мира». Но что значат все титулы, звания и рекорды, если передвигаться сама она не может? С уроженкой Турции встретились журналисты. Самой высокой женщиной в мире снова признали Румейсу Гильги из Турции. Её рост – 2 метра 15 сантиметров. Рекордсменка книги Гиннесса она уже во второй раз. «Я очень горжусь тем, что снова установила рекорд как самая высокая из ныне живущих женщин». У Румейса редкое генетическое заболевание – синдром Уивера. Он характерен быстрым избыточным ростом костей и аномальным развитием внутренних органов. Имя Турчанки впервые внесли в книгу Гиннесса семь лет назад. С тех пор женщина использует свою известность для того, чтобы рассказывать людям о редких заболеваниях. Она также поддерживает и вдохновляет тех, кто ими страдает. «Это может принести вам неожиданный успех. Я считаю, что различия и другие особенности, которые кажутся недостатками, можно превратить в преимущество, если вы этого хотите и приложите усилия. Я именно так и поступила». Румейса в основном передвигается в инвалидной коляске. Ходит совсем мало и опирается на ходунки. И напоследок немецкий дайвер отдыхал в Египте, нырнул и ужаснулся. На глубине нескольких метров под водой он обнаружил странное существо. Не то рыба, не то труба. У морского обитателя не было глаз, ушей и рта. Об этом сообщает Дейли Старк. Существо, найденное на рифе Сатайя, смогли сфотографировать. Но опознать его так никто и не смог. Их теологи пока молчат, и предположения делают только сами ныряльщики. Они считают, что это могли быть двигающиеся по инерции щупальца, съеденной морской черепахи и медузы. Если же они ошиблись, то в таком случае ретинг идет о новом биологическом виде. На этом у меня все новости. С вами была Ксения Петренко. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова